Добрый день, друзья! Сегодня, к сожалению, мое видео было записано без звука, поэтому по просьбе всех комментариев я сделаю перезалив. То видео я тоже оставлю, так как оно начало собирать просмотры, но озвучивать надо. Здесь я здороваюсь с вами, говорю, как плохо, что произошел пожар на Джимате, но есть информация о том, что никто не пострадал. И советую вам всем, если есть желание, обращаться по адресу городкурортанапа.ру для поиска и жилья в Джимате. Напрямую ссылочку я и под этим видео тоже оставлю в описании. Далее, вот грустные эти события привели меня именно сюда сегодня, так как я планировал изначально сделать Анапу. Но Анапа будет тоже. Мы с вами видим Пионерский проспект, полиция, пункт появился, снесли парк аттракционов, который находился в этом месте. Загрузка сейчас, вы видите, что небольшая, пробок практически нету, небольшой разъезд ожидает нас. Сегодня, вот последние дни, люди разъехались немножко. Ну и время у нас уже 11 часов дня, то есть вроде как бы пик людей, должно очень много их ходить, но их нету. Маршрутки, вы видите, тоже ходят полупустые, что с одной стороны как бы плохо, с другой стороны в принципе хорошо, потому что вы имеете свободный доступ в город Анапу и не надо стоять в пробках. Здесь варят раки, пиво, надо вспоминать, о чем я рассказывал, когда шел по этому проходу. Получилось просто шикарный проход, то есть там у нас находится, смотрите, пятерочка, левее находится магнит-магнит-косметик, и прям с людьми пообщался классно, и подписчики подходили, но, к сожалению, мы остались без звука. Смотрите внимательно, появился кирпич-поворот с Пионерского проспекта на первый проезд, сейчас запрещен, так что не вздумайте заехать. Далее я показал, что действительно первый проезд и пригласил вас на прогулку. На фруктах, овощах на некоторых ценники имеются, если что, притормаживайте видеосюжет. Но далее про цены мы с вами поговорим уже впереди. Арбуз за 60 или дыня за 60, я честно так и не понял, если арбуз, то дороговато, потому что далее будет арбузик за 40, который я даже умудрился сегодня попробовать. Так, что хотелось отметить, сегодня в 5.50 я уже занимался съемкой, снимал семью, мимо нас по Пионерскому проспекту пролетела пожарная машина. Когда я ехал на съемку, то увидел на горизонте пожар. Для меня это был большой вопрос, что горит, где горит, но видно было, что что-то серьезное, потому что дым был черный и горело что-то возле берега. Я так и не смог понять, в каком месте что-то могло гореть. Вроде бы на побережье, так близко к воде ничего не находилось. Далее мои подписчики, вот смотрите, здесь картошка по 40 рублей мы видим, помидорчики, виноград продают. Виноград турецкий, не местный, могу вам тоже сказать, потому что далее мне об этом рассказали. В общем, разговор был потом от моих подписчиков. Мне позвонили и начали рассказывать, что сгорели ролеты, рынок, который находится перед самым пляжем, именно на Джамате. Здесь, видите, какие-то стойки поставили с указателем, куда вам идти. Всякие интересные сувенирщики продаются. Но самый популярный сегодня был вопрос от подписчиков, вы не поверите, именно о том, где найти чистое море. То есть никто не спрашивал, что там горело, всем было все равно, вот где чистое море. Звонили в основном те, кто отдыхает в Анапе, потому что, попав на Анапский центральный пляж, они увидели сегодня взмесь такую, то есть вода была перемешанная, мутная, местами прям очень много водорослей, местами прям дичащее гниение происходит. Это вы все увидите в отдельном видеосюжете. Смотрите, сколько деток идет с пляжа. Как приятно на это смотреть, что наш курорт все-таки является детским. Столовая Б52, на канале есть обзор на данную столовую. Вы ее можете посмотреть, зайдя в плейлист, в котором находятся, как раз таки, все столовые, называется «Столовая и кафе». Один из интереснейших обзоров. Здесь у нас рыбное место, там мне с фруктов овощей помахали, передали привет, им тоже огромнейший привет. Простите, что без звука. Здесь Шаурму делал обзор в прошлом году, тоже можете посмотреть, имеется на канале. И вот дальше, проходя мимо этих точек, встречались люди вполне себе радостные. И меня сейчас, вы видите, здесь остановят. Я просто не помню, на каком моменте все это происходило. По-моему, вот здесь меня поймали. Показываю. Или нет, нет, это точка. Нет, наверное, следующее. Показывал. Вот с левой стороны, кстати, интересное такое заведение. Было много всяких столиков. Ой, мало столиков, и как бы вкусный запах оттуда шел. Вот смотрите на лица людей. Все немножко с моря подуставшие идут. Хотя вот честно, надо же наоборот заряжаться, а не уставать от моря. Просто немного другое мировосприятие. С левой стороны бар-гриль образовал. Смотрите, никто не сидит там. Довольно пустына в этом месте. Странно, да? Вроде бы их столько понаоткрывали, но почему-то популярностью до сих пор пользуются именно столовые. Отдыхающие видели, идут по сторонам, смотрят, наслаждаются нашим солнцем, лучами, красотой. Вот, меня поймал парень. И такой говорит, покажи нашу точку. Говорит, один из подписчиков твоих пришел ко мне, говорит, что ты как-то раз нас хвалил. Я ему спрашиваю, почему ценников нету? А в ответ, слушай, у нас тут рыночные отношения. Вот эти его супруга, я так понимаю. Он говорит, подходите, спрашивайте, будем торговаться. Говорит, у меня все честно. Говорит, единственная местная черешня. По ценам я, к сожалению, не вспомню, но арбуз у него был по 40 рублей. Причем самое интересное, здесь пока подходили подписчики. Я сказал, не, не, не буду пробовать, пойду дальше. Но меня угостили по ценникам. Ну, не помню, по-моему, 130, что ли, было армянский абрикос, арбуз по 40, дыню. Помню, по 80 помидоры, огурцы тоже не скажу. Но не буду вас смотреть, какая я прям молодец. То есть с эмоциями. Молодцы ребята, вот так и надо работать, чтобы клиенты подходили, заряжались позитивом. Ну, только ценников не хватает. Если бы еще ценнички добавить, было бы вообще шикарно. То есть и на камеру рассказали, все показали. Приходите на эту точку и говорите, что от нас. Скажите, ребята, делайте скидки, как хотите. И, пожалуйста, нас не обвешивайте. Далее вот эта женщина говорит, что вы плохо обозреваете, вот показываете точки, цены, а вот температуру воды показываете мало. Я говорю, как мало? У меня на канале каждый день, вот смотрите, он возмущается. Я говорю, температура воды, причем три раза в день. С утра, в обед, вечером озвучиваю температуру воды. Он говорит, мало. Не видел. Он говорит, мы приехали, вода была холодная. То есть вот меня угощают арбузиком. Клянусь, арбуз вкусный, сахарный. Это был самый вкусный арбуз. Смотрите, сам съел, я этого не заметил на видео. То есть арбуз очень вкусный, сахарный, сладкий. Я в этом месте даже захотел бы купить арбуз. Вкуснее, это продолжают женщины спорить. Потому что я каждый день, красавец, каждый день показываю температуру воды. И причем показываю несколько раз в день, чтобы быть точным. У этой девушки сказали, что нет мужа, ищет мужа. Так что приходите, знакомьтесь, особенно те, кто будет отдыхать в джемоте. Это сказал не я, а вот хозяин той точки. Мы же отправляемся с вами дальше смотреть, что там нас ждет впереди. Впереди нас ждал вообще прям жестокие события после пожара. Вы все это увидите. К сожалению, я там получил... К сожалению, к счастью, потому что никто не пострадал. Я получил комментарии даже от полиции, но мы их не услышим. Эх, мне еще он и сказал, этот полицейский не выкладывал в YouTube. Ну, получилось так. Видите, улица Виноградная у нас. Мы проходим мимо. И уже я не хотел растягивать надолго этот видеосюжет. Мы направляемся туда поближе к морю. Так, у меня половинка уже видео озвучена. Дальше нас ждет еще много чего интересного. Ну и самое главное, то, ради чего мы здесь собрались. Я дам вам максимальную информацию, которую я, кстати, получил от полицейского. Расскажу ее сам, когда мы до туда доберемся. Людей, чем ближе к пляжу, становится все больше. Ну, как я и думал, знаете, ну, пожар пожаром. А у людей отдых как шел, так и идет. Но теперь им ходить мимо пожарища. Это единственное, на что их смущает. На пляже там просто нету мест в этом, значит, джемоте. Хотелось бы, конечно, чтобы пляжная береговая линия была пошире. Но, к сожалению, наступают частный сектор и гостиницы-отели на наши пляжи. Ну, посмотрим. Природа, как говорится, не прощает. Вот сегодня на центральном пляже в Анапе это было показательно о том, что подмывает берег, и там уже лежаки чуть ли не в море стоят. И по береговой линии идти крайне затруднительно. Это вы все увидите попозже. Я обязательно вечером выложу этот обзор. Так, кстати, на закат не забывайте приходить. На столовая Полянка есть обзор на канале. Посмотрите. В прошлом году мы там с моей женой кушали. Вполне себе приличное место. И было вкусно и недорого. Насколько вот память не изменяет. Но мне там действительно понравилось. Так, завтраки, меню, столовая. Показываю. Здесь у нас борщ стоит 55 рублей. Не помню, был он с мясом или нет. Для того, кто увидит этот обзор, обязательно напишите в комментариях. Или, может, кто-то помнит. Вместо меня здесь, меня, конечно, уже все привлекло. Я то, что видел на фото. И роликах, которых мне присылали, это было, ну, как не передать словами. Ну, там страшно это видео. А вот когда ты видишь это все воочию, вот это самый страшный момент. То есть пожар. Ничего нет, наверное, с пожара. Потому что он, даже наводнение, мне кажется, вещи не убивает до конца. При пожаре здесь ничего не сохранилось. Смотрите, горел магазин. То есть горели эти точки. Причем температура была такая огромная. Смотрите, не только пластик, там металл плавился. Пожарные молодцы. Потушили, не дали перекинуться. Дальше на строение. Вот обратите внимание, там слева будет бар гриль. Там даже растения выгорели. Такие красивые деревья стояли. Жалко, что они пострадали. Видите, то есть металл валяется. То есть полностью все прогорело. И комментарии полицейского. Ну, давайте чуть дальше разумеем. Вы посмотрите, вот тут точки были полные, забиты товаром. Мне нереально жалко тех людей. То есть кто-то брал кредиты, чтобы взять в аренду эту точку. А приезжали из других городов, чтобы зарабатывать. Вопрос теперь только в том, что официально ли это все было установлено. Официально ли происходила приемка на пожаробезопасность. И вот так далее. Потому что там выгорело все просто, друзья. Вот вы сами видите. Тут, ну, ничего не осталось. Люди ничего не смогли бы даже спасти. Потому что температура была адская. Посмотрите, как повело профиль сверху. Жесть, конечно. Все было собрано с дерева, с пластиками. Остался только металлический каркас, остов. Хорошо, что хоть он был, да. Так бы вообще ничего не выжило. Вот сейчас смотришь, что будут бедные люди делать. Как с этим работать. Непонятно. Вот видите, деревья показывают. То есть обгорели. То есть туда подойти даже было невозможно. Пожарные, да, конечно, тоже это. Постоянно совершают подвиги. Видите, юки тоже желтые стоят. Вот столько растений еще погибло. Вообще, ущерб я даже боюсь посчитать, насколько там принос людям. Ну, все остальные отдыхают, проходят мимо. Тут я увидел знакомого от полицейского. К нему подошел. Он сказал, что, допустим, еще непонятно. То есть не знает, или поджог, или короткое замыкание. Ведется расследование. Не знают, они были ли эти точки официальные, неофициальные. Ну, то есть ничего не знаю, никто не знает просто. И не выкладывают на YouTube. Я говорю, что выкладывать, не выкладывают. Я же говорю, тебя не показывал. То есть поэтому ничего страшного. Людям интересно знать. У них просто есть же официальные представители, которые должны давать на все эти комментарии. Ну, здесь мне ничего тоже толком не рассказали. Никто ничего не знает пока. Ну, а если кто-то знает, то молчит. Если у вас есть какая-то более подробная информация, пишите обязательно в комментариях. Будем рады, если вы ей поделитесь. Ну, а дальше я пошел на пляж, друзья. Друзья, вы смотрите, что происходит в Джимате. Здесь просто какая-то нереальная обстановка. А нереальная она только потому, что каждый лежачок занят. Каждый сантиметр тут занято. Сегодня на центральном пляже в Анапе не было столько людей. Кстати, лежак по 200 рублей. Вот вы видите на плакате. Стоимость его на весь день. Дорого это или нет? Пишите в комментариях. Будет интересно вас послушать. То есть и здесь по центру стоят лежаки, и люди подстилочки свои стелят. Жалко, конечно, сегодня столько еще подходило подписчиков. Ну, как, в принципе, жалко. Ну, вот я счастлив, но жалко, что вот не записалось видео. Это вот по губам тут прочитать можно. Я говорю о том, что вот пожар пожаром, а людям отдых не остановить. И самое важное, и самое, вот смотрите, просто, да, некуда даже наступить, то, что море кристально чистое, просто прекрасное, прелестное. Слов нету, одни эмоции только оно вызывает. И эмоции, причем самые положительные, самые прекрасные. Причем температура, когда воздух от 30-точку давит, то море у нас сегодня было, я бегу вперед, для тех, кто смотрел ради погоды, 23,5 градуса. Холодно вам это или нет, говорите об этом тоже в комментариях. Будет интересно вас послушать, посмотреть, какую кукурузу девушка есть. Я, кстати, пересматривая видео, очень много интересных вещей, которые не заметил сразу при съемке. И ушла куда-то, шла, наверное, такая мимо девушка говорит, мам, девушка, дайте, покушаю кукурузу, грызнула и пошла дальше. Здесь я решил пройтись немножко вдоль берега. Люди лежат везде, копают ямы, водорослей совершенно нету. И вот вы обратите внимание на то, сколько людей. Это просто нереально. Ах, ну, всем им желаю искренне от души хорошего отдыха, а также и тем, кто собирается к нам. Приезжайте, наслаждайтесь, пускай каждое мгновение наполняется только солнышком, шумом моря. И пожар никогда не случается ни у вас, ни с вашими близкими. А все будет хорошо и прекрасно. Сейчас еще немножко пройдем вдоль берега. Посмотрим, так сказать, по сторонам. Буквально две минутки, сколько здесь людей. Диву даешься. Здесь по берегу, чтобы не намочить ноги, вообще пройти нельзя. Вы видите, нет береговой линии. В Анапе я все-таки умудрился. Ну, сопоставить то, что сегодня вы увидите в Анапе, чистоту водички, и то, что сейчас вы видите в Джимате, вы даже не сможете. Обязательно посмотрите обзор именно на пляже Джимате. Я думаю, вы будете приятно удивлены тому, что ваши глаза будут радоваться и видеть. Ну, а так, самому даже хочется в этом море просто с разбегу забежать и насладиться этой всей красотой. Не забывайте, что в ваших руках ваша безопасность. Берегите себя, не прыгайте ни с каких пирсов. Всегда думайте о том, что вы у себя одни, надо беречь здоровье. Вчера вот мой подписчик отдыхали, они были в Назовском море, и они должны были приехать в Анапу. Он должен был забрать колеса, которые мне отправляли, они по размеру мне не подошли. Мама моя обещала варенье персикового домашнего гостей. Но, к сожалению, у него что-то случилось, я пока не знаю, что случилось. Как узнаю, вам расскажу. В общем, жена как-то травму получила. Здесь я говорю о том, что, ребята, джипинг, дайвинг, квадроцикл, конные прогулки. Обращайтесь к Светлане. Под каждым видеосюжетом имеется ее номер телефона. Ну, и вам всем желаю хорошего настроения, чтобы вы берегли себя. То есть это очень важно. И сейчас мы с вами все-таки будем наслаждаться шумом моря, потому что звук в этом месте записался. И даже не шум моря, а шум отдыха. Приятный звук отдыха. Можно говорить до бесконечности все эти дифирамбы. И раз, два, три, как говорится, звук к нам приди. Друзья, жду вас в комментариях. Ну, и наслаждение моря, и температуру все покажу по факту. Друзья, жду вас в комментариях. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...